Мне непосредственно поступали угрозы, что меня разденут вообще до нижнего белья, что я останусь без всего, заберут у меня абсолютно все, значит, чтобы, как говорится, чтобы это было уроком для всех. Этот материал мы снимали в начале 2019 года. Тогда подобные методы выбивания долгов еще были в ходу, но шли на спад, потому что с 1 января 2016 года деятельность коллекторов контролирует Федеральная служба судебных приставов. Смысл заключается в том, чтобы, скажем так, в рамках профилактической работы предупредить юридическое лицо о том, что есть нормы действующего законодательства, которые нарушать не стоит. В случае, если юридическое лицо будет нарушать действия законодательства, соответственно, мы будем принимать меры вплоть до административной ответственности в достаточно больших суммах. Раньше методы коллекторов были незаконные или полузаконные, поэтому они довольно сильно подмочили свою репутацию в глазах людей. – Ни разу не сталкивались? – Нет. – А вообще слышали? – Ну, слышала. – А что слышали? – Ну, что приходят, долги выбивают. – А вообще, вот это слово «коллекторы» какие у вас эмоции вызывают? – Ну, как ракетиры какие-то, что ли. – Вы когда-нибудь сталкивались с коллекторами? – Нет. – Нет. – А ваши знакомые, может быть? – Нет. По всей видимости, контроль за коллекторами работает. Накануне глава ФССП Дмитрий Аристов и вовсе выразил сомнение в их надобности как института. – Коллекторские компании, они отработали какой-то маленький промежуток времени, а остальное время скидывают исполнительные документы в службу судебных приставов. То есть служба судебных приставов опять-таки занимается этими же долгами. – Снова? – Снова. – То есть они прошли процесс, скажем так, работы в банке, когда банк, к примеру, дважды, трижды предъявлял к нам этот исполнительный документ. Продал эту задолженность коллекторскому обществу, там, компании, да. Коллекторы отработали, к примеру, в добровольном порядке, видят, что невозможно получить причитающую задолженность с физического лица. И опять-таки возвращают этот исполнительный документ в службу судебных приставов. Если просто, то, допустим, ФССП не смогли добиться от должника исполнения предписания. Банк продает долг коллекторам. Они, в свою очередь, тоже не могут ничего сделать и снова передают дело ФССП. Вот так РИА Новости цитирует Дмитрия Аристова. До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос, зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели – получение прибыли. Однако есть и альтернативное мнение. Одно не исключает другого. Все развивается в конкуренции. На сегодняшний момент основные претензии к ФССП именно по взысканию долговых обязательств – это, конечно, их неэффективность. Когда коллекторы работают, они работают за свою деньгу, скажем так. Им интересно узнать, где. Мы прекрасно знаем все эти схемы. Переписал на тех, записал на этих, да, потом никому ничего не должен ходить. Вот. И что делают приставы? Сверхраздутый аппарат чрезвычайно неэффективный. То есть они работают крайне формально. Если говорить о техническом моменте, то в Российской Федерации есть закон, который регулирует деятельность коллекторов. То есть пока есть закон, будет существовать и сам институт. Кстати, сейчас, как нам подсказали, очень настойчивые в выбивании долгов даже не коллекторы, а микрозаймовые организации. Это тема следующего репортажа. Следите за нашими новостями. Илья Балханов, Александр Семенов, Жаргал Ордынеев, телекомпания АТВ.